Даю добровольное согласие на съемку. Арсений Максим Сергеевич. Год родился 16 декабря 2001 в городе Чита. Попал в Украину 26 числа. При том, что подписал контракт в городе Чита, Амурская, 9. Обещали другое, получил другое. Справили меня в Украину. Подожди, подожди. Расскажи, как ты вообще принимал решение поехать в другую страну, убивать ее или нет? Я принял не убивать. Ну, я, получается, мне сказали, что еду на полигон. Потом проехали Донбасс. Подожди, это что, контракт на полигон? Ну, нет, контракт просто в одном месте, на Алейск. У меня был контракт на Алейск. Там часть находится 35-я. С этой части меня, получается, должны были на полеугон, как я понял, а увезли сюда, в Украину. И что ты думаешь? Ну, что я думаю, что это вообще зря и плохо получилось, надо было подумать об этом дважды, прежде чем сюда ехать. И даже контракт подписывать. То что? Даже, чтобы этот контракт подписывать, надо было подумать, хорошо. Ты читал контракт? Да. Ну и что там пишут? Там пишут, что, типа, три месяца, типа, испытательного срока. Так-то, так-то, что... Мне было написано, что поеду я в Украину на боевую действие, операцию. Не было такого там прописано, просто, что служба по контракту, типа, старший наводчик Галписа, что вот так. Что я... Есть там три пункта, о которых, типа, если я нарушаю контракт, я мог сам нарушить, что имеется в виду, неподчинение, какому-нибудь приказу, что-нибудь такое. Занимался я, получается, когда приехал сюда, я вытаскивал раненых с... с этих... с точек. Вытаскивал их в ноль. Много погибших, которых не забрали. Раненых, которых лёгко раненых, они сами почти доходили, я их потом уводил на другому человеку, который их забирал. В двухсотых я только забрал, двоих успел. Раненых было... Сильно раненых восемь. Как ты в плен был? Пошел за тридцотым. Там я должен был встретить человек. Мы шли с другим проводником, я должен был провести до туда, а потом... Поменялись у них какие-то планы. Мне выделил он человек, который знает, где эта позиция, и мы не успели разойтись. И начался арта... ну, арта работать по нам. Миномёты. И... Из этих всех, я не видел их, умерли они, нет. Ну, остался я, что у меня в руку прилетело 300, и я кричал. И остальные не слышал, кричали. Ну, один слышал, многие кричали. И всё. Я, случается, увидел первого... Ну, вот... Как он? Окоп чей-то, не знаю, был. Туда запрыгнул, там никого не было. Оказался я первого помощи. Затянул жгут на руке, и всё. И отключился. А просунулся от того, что кто-то ходил рядом. Это было третье число на четвёртую ночь. Это было где-то два часа четвёртого. И я соскочил, услышал голос, что разговаривают. И мне стволом я... Всё. Ну, я не выскочил, как-то приподнялся, меня увидели, было с оружием, украинцы. Я поднялся, всё, раненые, ну, 300 в руку у меня, получается, ввели нормально. Попал, получается, даже наша рта по ногу. Что-что? Наши даже по ногу били. Сорты. Ваши носили по вашим билям? По нашим прилетало тоже. Я слышал по рации, что наш танк выехал на нашу же позицию, по нашим же... Какие-то союзники я не называл. Сорты называются. Союзника танка был. То ли он позиции перепутал, то ли что, но он прохреначил, потому что я на нуле сидел, я слышал от мужика, который пришёл, у него, получается, ранение лёгкое в ногу. И осколочное, получается, в спину две. Он дошёл, ну, его привели. Я потом, через минут 20 сразу же, наш медик связался по рации с проводником, я вышел, он помог допровести его в проводнику, дальше он вводил какой-то другой ноль. И всё. Работал, получается, до армии я работал приёмщиком, товароведом. Принимал товар. Хорошо, слушай, а почему, почему свои начали по своим стрелять? Я не знаю. То ли перепутали позиции, то ли, не знаю, я честно. А что ты сам про это думаешь? Команда у него нас говно. Да и саму всё помню. Расскажи про это. Ну, рассказать меня, получается, отправили с этим в проводник КОМК. Ему ещё с каждой выделили по троечке в ночь. Я говорю, там нифига, во-первых, самому не видно, как добираться с раненым. Я говорю, как я тебя буду эвакуировать, если я не вижу ничего в такое время. Я говорю, я отказывалась от такого. Ну, он говорит, пойми, он там, говорит, два дня лежит, ему помощь, никто не может отказать. Я на свой страх и риск пошёл с ними. Вот я ему говорил уже, что я не хочу, не хотел идти во в такое время. Вот в чём тут? Я ему говорю ещё, говорю, я приду с этим последним 300-м, я напишу заявление, что типа, ну, 500-й отказывалась выполнять дальнейшие все приказы. Всё. Скажи мне, почему ты считаешь, что ваше командование говно? Ну, потому что как-то не оформлено всё, потому что наши, когда уходили, ну, приходил кто-то к нам, переседка, ну, как сказать, пару-два, ну, два часа, часик, ну, чтобы не раненые, не 300, просто он пришёл, пересидел, чтобы этот артовстрел закончился по тропинке, и они уходили, ну, по два-по три человека. Ну, и обратно, они же возвращались полевые уже. Ну, и в ногу прилетало, как я понял, кому сквозную насквозь проходило. А, говорю, что случилось? Говорит, да с нашей стороны шамаляли. Вот где тут, в чём, как это, как понять? Вот если я бы пошёл бы так же, и меня бы провольнули с этим уже раненым. Смысл-то в этом, что, вот я о чём считаю, что они могли вот таким образом и положить сраненым нас. И смысл тогда вот этого, ну, всё. Зачем это вообще нужно? Война это... Зачем? Если такое отношение к своим... Да и не к своим, даже к вашим, как сказать... Сюда вообще пришли, зачем? Такой же вопрос. То у нас половину сети, значит, заблокированы, половина канала позаблокировали, чтобы мы не х***ли. Вот так как-то. Ну, ты же молодой, у тебя есть Улитвен... А там половина заблокирована. А, блокирует. Канал вот... У нас был канал вот раньше... Сейчас я вам скажу. Там вот первоначально началась в 2014 году, вот это только начало. Вот там видео показывали как по вашим... Телеграм. Телега, телеграм. Телега же не можно заблокировать. Наши каналы, телеги... Ну, вот смотрите, тик-ток у нас заблокированы. У нас половина каналов заблокированы. Выходят в интернете и телегой-то я, ну, вот... Я только общение туда-не туда, и новости никакие не приходят в телеги. Я сильно-то в ней не разобрался, как пользоваться. Вот общение между нами как-то своими, ну, по работе, если так. Ватсап. Вот такая вот, несильная. Слушай, а скажи, какие у тебя были эмоции? Что ты ощутил, когда увидел, что свои может захуяриться? Было очень страшно даже идти за 300, ходить даже страшно было. Ну, приходилось. Потому что я понимал, что... что могут умереть, ну, сказать, открывают ищение, чего-нибудь такого. На страх и риск ходил. Приходилось. А вот именно что ты думал, когда видел, что ты можешь умереть просто от своей... Видео перед собой, дом. Свой дом. Что сюда зря пришел. Твоя мама знает, что ты тут? Просто я ему позвонил. Что сказала? Ругалась. Вспомни разговор, что она говорила. Она говорила, зачем ты, типа, купил все на эту хуйню? Что ты останешься, типа, на одном месте, что это нахуй мог. Говорит, не мог подумать-то еще об этом. И все, мама была права? Надо было подумать, прежде чем что-то делать. Даже я надеялся 50 на 50. Думаю, как-то повезет. Что бы ты ей передал? Что ей передал бы? Хочу увидеть. Услышать. Опнять. Поговорить. О чем ты сожалеешь? Что пришел на вашу землю. Что я пошел в эту армию. Подписал контракт. А почему? Почему ты сожалеешь? Сожалею в том, что я пришел на чужую землю. Как захватчик получается, правильно. Но не как помочь. Или что-то такого. Сожалею контракт, что подписал, что обманули. А почему ты понял, что ты тут не освободитель, а захватчик бегу? Когда я понял, кто уже попал в плен, я поговорил, ну, разговаривать, ну, все нормально. Обращение нормальное было. Поговорили, пообщались. Серега там был. Ну, фамилию не помню. Ну, нормальный мужичок. С ним поговорили, пообщались. Нормально. Все хорошо, так-то, так-то. Ну, не объяснил, зачем, спросил. Я говорю, ну, поговорили нормально. И все. Я понял, что не туда пришел. Потому что у нас соцсети половина заблокирована. Ну, с миром у нас ограничитель какой-то стоит. Ни тиктока, ни хрена вот такого. Ну, тикток, но заблокировано. Телега у нас, кажется, и каналов половины нет. Они как-то блокированы или что-то такое. В ютубе ограничители стоят. Ну, почему одни знают, что так происходит? А ты, молодой, не знал. Одни знали. Ну, то они-то как будто знают, что происходит. Ну, просто какие-то россияне в России. Наверное, кто-то знает, что происходит. Ну, это ближе в область к Москве. Ростов. Ну, не наше, это Байкальский край. Или вот этот отделенный, как сказать, Уралом. Вот этими горами. Но отделен. Мы живем отдельно кого-то. Свою государство. Которое, нахуй, дохнет. По-другому никак. Самые большие у нас города, это считается Хабаровск. Ну, так, Владивосток, который хорошо слышим. Ну, Чита. Так, на среднем месяце. Какие-то еще есть города. Он самый известный, который я знаю. Вот Хабаровск, вот этот. Что рядом находится. Ты за границей бывал когда-то? Нет. Надо, чтобы за границей уйти, ну, сказать, улететь или поехать, надо иметь загранпаспорт. Загранпаспорт находят уже 50 тысяч. Надо дать за него пример. Чтобы покинуть страну. И то это какой-то промежуток. Звучит как рабство. Ну, получается так. Потому что, не дай бог, еще увидишь, как люди другие живут нормально. Сам захочешь. А как это так? Как это за Байкалью что-то там хочешь? В Москве еще можно. В столице. Москва, Кантинбург, Санкт-Перми. Владимир, как он. Если не ошибаюсь. Ростов. Ну, большие города, которые в той стороне ближе к югу. Сочи. Вот такие города. Они живут нормально. А вы? На зиму приходят, это включается. Всю зарплату оставишь на одну зиму. Что, даже летом накопишь, это считать, ты всю на зиму уберешь. Что-что? Ну, летом, если деньги какие-то накопятся, это имеется в виду, что ты все это уберешь. Ага. Это на одежде. Что это по национальности? По национальности у меня, получается, прадед кореец. У отца прадед татарина. По маме на линии кореец где-то. А ты сам откуда? Забайкальский край? Ну, Забайкальский край, Читинский район. Это какая-то автономная республика или нет? А то область, ну, включаясь, Забайкальский край. Какая-то область? Ну, с областью, с каким-то, я скажу, Владивостоком, с этим рядом, находящим их область. Далекая область, которую дует Москва. Да. У нас, я говорю, у нас еле... едет каждыми днями вот мимо нас, нахуй. Что делать? Ну, едет лес в вагонах. Лес? Да. Вырубают? Вырубают. Правильно, Москву топить надо, чем-то. Хорошо, слушай. Ты видел, как своих расстреливают? Нет. Слышал? Даже не слышал, вот у нас. Кадыровцев видел? Кадыровцев видел. И как они? Они бородатые, ну, так и разговаривают, не по-русски. Вам есть такой-то, ну, если они начинают, как-то по-русски у них какой-то оцент падающий. Я понял. А как они вообще? Одеты. Нет, как они, как бойцы. Нет, не видел, как они боют. Все говорят, что они ТикТок войска. Ошибаются. А что, они воюют? Они, если воюют, я не в окопе, как я понял, вот, они прибежали, там хреначил по нам. Я говорю, у них спрашиваю, наши там, типа, ну, русские есть, говорю, говорит, есть, говорит. Эти в ранениях, ну, легких ранениях прибежали, как говорят, называют, золотое ранение, ну, такое касательное. Ну, сарапины. И вот. А наши-то, говорю, есть там, говорю, кто-нибудь 300, говорю, есть из наших, они что-то между собой курекают, курекают, говорит, хоп-рацца у них тут заиграла, они там по курекали и уши кусликались. И не хреначил, а потом, ну, медикарация заиграла, 300, говорит, 5 человек. И, говорит, кто-нибудь сможет их забрать, говорит. Я, говорю, я заберу, говорит. Скажи, ну, наверх, пускай поднимаются. Там, ну, место есть, там, где можно прилечь, как сказать, ну, укрыться, сходить на время. Ну, там, вон, один-два окоп, и все. Ну, а они, говорю, туда помогают, если они, типа, зеленые, не сильно раненые, что передвижение они могут иметь, то пускай я их оттуда заберу, провожу, типа, до этого нуля, а потом другие заберут. Ну, хорошо, я пошел, поднялся, забрал. Один, получается, у них так не сильно раненый был в ногу. Ну, одного, получается, ноги не было. На носилку, по-таске. Ну, то есть, калеры все кинули, рассказали? Ну, да, получается так. А как ты думаешь, почему? Да хуйня. Что они очковнули, или что-то такое. Может, как-то так, что они боятся. Ну, они ж такие заряженные. Да, кого? Смешные люди. Больше никак не знал. Клоун. В тиктоке показывали, по телевизору, вот, когда их показывали, я вот после этого момента телевизор перестал на тренинг. Смысл. Они все заряженные, типа, вот такие, но не хуйня, как говорится правильно. Но на самом деле, дядь, как это пришел с этого, ну, получается, срок сократить, и у него будут промех... Кадырусы, такие, говорит, парашники, выбегут, говорит, обоим... Куда, что, и все, говорит, им... Так же они, а, блядь, автострел начался, они все... Даже если какой-то ближний бой, они тоже... Это все не так. Это по телевизору, говорят, пока такие, они... А как ты думаешь, почему, почему делает вот такая картинка, будто они такие сильные, пиздец, а как только начинает пахнуть жареным, они дрызь из своих русских... Такую картинку делают, чтобы... Не упал, так сказать, может, вверх, или что-нибудь такое, он, как я понимаю, чтобы это, как сказать, на психику поддействовать человеку, повлиять, чтобы духом они не падали, что, типа, они там есть, они... Играют на психику. Больше я никак не скажу. Но на самом деле... На самом деле, они просто дрыпло. Что они есть, что их нет. Хорошо. Давай ты на последнее, смотри. 21 год. Как твоя фамилия? Арсеньев. Как это? Арсеньев. Арсеньев. Арсеньев Максим. Ясно, ясно, ясно. Если бы у тебя была возможность обратиться к россиянам, которые еще не мобилизированы, молодые, такие, как ты, что бы ты им посоветовал? Вставайтесь, ни хуй, дома. Не, идите сюда. Не подписывайте никакой, ни контракт, ничего. Сидите, хуй, дома. Учитесь, работайте. Заведите семью. Что я больше-то скажу? Пухайте, как вы это любите, некоторые. Вечерами выпиваете по выходу. Не лезьте в армию. Не подписывайте никакой контракт, ни хуй. Это чтобы не мобилизовали, учитесь где-нибудь так, чтобы на ту профессию, где мобилизация вас мимо обойдет. Танковые завод, ну, пекарни, детские учреждения какие-нибудь. Ну, туда, куда я вас не заберу. А на хуй эта война не нужна. У нас у самих проблем куча на своей родине. Что у нас все колома стоит. И образование, и остальное все. До сих пор засыпши, как в 90-х. Да нам всем кажут, бить живем. Да ни хуй. Думаешь, они тебе поверят? Да кто выйдет? Его сразу забывали. Видел, даюсь. А почему они тебе должны поверить? Ну, они думают, что со мной тут плохо обращаются. Даже примерно взять, что, типа, вот такую тему. Ну, это будет как наше государство отмахиваться. Ну, типа, психическое давление на него было оказано. Ну, как-то так. Что его убили, заставляли такое говорить. Что вот такое за так? А это как? Это не так? Это не так. Я сам с вами разговариваю и говорю, как есть на самом деле. Что делать, ни хуй, молодым, даже кто старше. Ну, на хуй, тут делать вообще не надо. Тут просто... У нас государство, так сказать, исправило на мясо, на фарш. А столько раненых вытащил. Сколько вам лучше, блядь, не знать, блядь. Сколько я видел трупов, которые не забираются. Месяц там у кого труп лежал, я видел. Два я видел, что лежит, потому что уже разлагаются. Кости начинаются. Раненых и то, блядь, если успеешь вытащить под... Не умрешь под мегаметом, значит... В следующий день ты, блядь, нападешь туда же, блядь, этим же раненым. И подъебешься с этим, на тебя, на тебя, блядь, блядь. Ребят, 50 на 50. Было у меня. Если ты это все знаешь, зачем ты контракт подписал? Говорю. Я говорю, я подписал в том, что... Я не знал, что меня отправят в Украину. Да, но все равно... Я понял, уже здесь это, что, блядь. Ну, ты же знаешь, что Россия воюет в Украину. Ну, я знал, ну, блядь. Есть опасения, что тебя туда отправили, ты на наиболее. А почему ты повелся? Что тебе обещали? Или денег мало было? Нет, мне обещали, что на одном месте останусь. Что я в Хабарске останусь. Не вот такую зарплату, как у... Контрактника, который сюда отправляют. Не такую. А на какую? Ну, типа вот эта, которая зарплата 75, 50. А тема будет 200+. Да, там 200 плюс им платят, как я понял. А тебе сказали на 70. Да, на 70, 50, что я, типа, буду там по контракту, типа, буду служить. Вот таким образом. Типа, и отправили сюда? Отправили меня в Олейск, нахер. А с Олейсками я нахер донули сюда. Там еще два дня думали, что с одной делать. То ли у них остаться, типа, по контракту. Думали, думали, тут какой-то у них кипиш в палатках этих произошел, где люди жили, там, 2000 человек. Какого-то командира пи***ли нахер, бревном по башке нахер. И всех нахер донули оттуда угнали у нас. Они пока там решали, что со мной делать. За 50 тысяч? Да, ну там поменьше они сказали, ну, 50-30. Вот так где-то. Говорит, у нас, говорит, три месяца покантуешься, говорит. И мытьяк, говорит, ты попросишь кого-нибудь, чтобы они взяли с твоего, говорит, населенного пункта, ну, с песчанки, говорит. Откуда-то оттуда, говорит. 101-й, говорит. Взяли этот, как документ, что, ну, не дело как-то оно называется. Контрактники-то, когда, не перечислили, как-то так, короче, называется. Дело, чтобы я мог туда перенаправить, чтобы я там, типа, я остался, что я там еще 7 месяцев бы пробыл, и все, контракт бы мог бы, типа, закончить. Вот так. Они решали, вот, как-то со мной вот так. Короче, обманули. Да. Хорошо. Слушай, давай тогда последнее. Ты говоришь, какого-то твоего командира уебали бревно. Ну, какого-то у них там. Ну, они бухали там. Скажи, какие-то были. Ну, и приходит у нас построение. И бухали, да? Они там бухали все. Кроме меня там, ну, что я... Ну, там были некоторые не пьющие, но остальные все пили, б***ься, да. Б***ь. По-страшному в этих палатках, как получается. Меня решали еще вот в этом моменте, что я в палатке жил. Ну, у них был сбор, ну, совещание между собой, чтобы меня перевели туда, к этим. В пятиэтажке там стояли. Туда, чтобы я, как сказать, по контракту остался у них служить. А при мне это получилось, что я, б***ь, ночью пришел. Ну, проверка же, СВП, ну, военная полиция, ну, проверять, все на месте или нет, ну, счет. Ну, они пересчитались, и получается, он пошел дальше по этим взводам. И слышим, что этот по рации кричит, типа, вызывайте наряд. Типа, скорую, говорит, переб***ь, говорит, ну, командира, говорит. Ну, старший, название старший лейтенант, что-то такое было. Он, б***ь, его переб***ь, говорит, кто-то б***ь, 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 вызвали, хуй, вывезли его. Того, типа, в яму, а потом, б***ь, сюда отправили. Ну, по мне вопрос не успелся решиться, как я понял, в таком ситуации. Как ты думаешь, почему его могли уеб***ть? А, надера? Ну, они потому что пьяные были, и он спросил, почему вы нарушаете вот такой-то, такой-то, получается, этот, неуказ, как-то он называл их, типа, неуказ, он называется у них по-другому. Распоряжение. Распоряжение, что, типа, не упить, не выпивать. Говорит, вам же, типа, мы давали время, ну, выделяли время, на какое время, вот, можно пить какое-нибудь. А я говорю, а тут, говорит, построение должно быть. Ну, я, гавно. А, ну, я, гавно. А, ну, я, гавно.